Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите новости Skyway, в которых мы рассказываем вам о разработках и внедрении прорывных транспортных технологий. После одной из наших последних новостей о Юнивинде мы получили очень много вопросов с просьбой рассказать подробнее об этой системе. Поэтому сегодня моим собеседником является главный конструктор городской транспортной системы Вадим Савченко. Здравствуйте, Вадим. Ну, мы с вами уже недавно общались в Экотехнопарке, где вы рассказывали о Юнивинде. Кстати, давайте вспомним, как это было. Продолжение следует... Вадим, ну расскажите именно о своем комплексе. Вот, как мы поняли, отличие данной транспортной системы заключается в каких-то особых характеристиках путевой структуры, в ее дешевизне. Если можно, остановитесь на этом. Да, основной целью была минимизация затрат при эксплуатации, при монтаже. То есть система должна быть максимально простой, максимально дешевой, но при этом иметь многофункциональные возможности, то есть перевозить и людей, и грузы. Что обеспечено подвижным составом, который имеет модульную структуру. И мы можем на этот подвижный состав подвешивать либо модули пассажирские, либо грузовые. Но мы приехали в такой холод не случайно. Сегодня очень сильный ветер. И тем не менее мы видим, что Юнивинт справляется с этим ветром чудесно и движется на хорошей скорости. Удивительно, потому что самое начало, даже не испытаний, а пусконаладочных работ. Вот, ну, продолжение пусконаладочных работ. Расскажите, как удалось достичь подобных, я бы даже сказал, чудесных результатов? Удивительных, по крайней мере. Ну, традиционно уже визитная карточка наших транспортных средств, что они имеют хорошую аэродинамику. Это Анатолий Юдардович всегда уделяет этому много времени на технических советах. Поэтому ветер, он, конечно, воздействует на транспортное средство, но за счет хорошей обтекаемости это воздействие не сильное. Если мы говорим о таких транспортных системах, которые используются в горнолыжных комплексах, на, прочее говоря, фуникулерах, да, то там кабинки, которые обычно не имеют такой аэродинамичной формы, имеют гораздо более сильные колебания. Вот, и если вот, ну, будет проезжать, ее не видно, мы увидим. Достаточно стабильно он себя ведет. Опять-таки, сейчас только начинается испытание. Если в процессе испытаний мы увидим, что недостаточно этого, у нас есть решение, как стабилизировать это. Естественно, это удорожит машину. Но для какого-то заказчика, который захочет дополнительный комфорт, мы можем предложить и такое решение. Теперь хотелось бы узнать от вас подробнее о том, что, как бы, дает большую экономическую выгоду от данной системы, а именно о путевой структуре. Если можно, с этого места поподробнее. Ну, на самом деле, кроме путевой структуры, комплекс состоит из многих элементов. Но основную стоимость, все-таки, у нас это путевая структура составляет. Поэтому, конечно, старались минимизировать и размеры, и стоимость, материала, и емкость. Соответственно, в ходе конструкторских разработок пришли к той конструкции, которую можно наблюдать в экотехнопарке. Что еще, какой, скажем так, положительный эффект, что минимальная трудоемкость при монтаже. То есть, достаточно возвести на опоры, прокинуть колотюбинговую трубу, потом ее поднять и натянуть. В этом случае, ну, монтаж предельно простой. То есть, не надо специально высчитывать размеры рельса, размещать там за несколько месяцев на каких-то зарубежных заводах, где выпускают сталь определенного качества, заказ и так далее. То есть, материал, скажем так, ну, часть материалов уже имеется свободно на рынке. Правильно я понимаю? Ну, если мы говорим о самом несущем рельсе, по которому едет Юни-Байт, это, естественно, специальная все-таки изготовленная труба. То есть, тут надо специально размещать заказ, и там требования есть. А что же тогда делает ее более дешевой по сравнению с той, по которой ездит, допустим, Юни-Байт? С которой мы все время сравниваем. Такая материал-емкость, и вот именно вот эта специальная сталь, она фактически, ну, мы видим ее, вот она, ну, по отношению к общему объему металла, из которого состоят опоры промежуточные и анкерные, масса этого металла, объем его минимизирован. То есть, да, он специфичный, да, его необходимо заказывать, но его объем минимальный. Вот. Все остальное, это достаточно обычная, там, строительная сталь С-345, которая, ну, без проблем ее можно достать на рынке достаточно быстро. Скажите, а какие еще элементы инфраструктуры, или точнее, транспортного комплекса здесь используются, раз уж вы упомянули о них, помимо путевой структуры? У нас еще, кроме этого, естественно, кроме транспортных средств и кроме самой путевой структуры, есть такая составляющая, как интеллектуальная система управления. Вот. Здесь, к сожалению или к счастью, ну, сильно не сэкономишь, потому что, в первую очередь, во всех разработках мы ставим во главе угла, это безопасность. Вот. Поэтому некоторая минимизация, некоторая оптимизация параметров и там также произведена. Вот. Но, естественно, основная стоимость, это у нас все-таки путевая структура, и за счет этого мы значительно экономим. Я вижу, что даже сама анкерная опора намного более ажурная, чем во всех остальных системах. Так ли это, или это просто впечатление, которое она производит? Ну, в данном случае, скажем так, если бы мы задались целью еще минимизировать эту опору, можно было бы опустить, к примеру, ее, грубо говоря, на уровень земли, да, и мы бы поимели еще более минималистическую конструкцию. Однако, здесь же дорога, по которой ездят, если я правильно понимаю. Да, основная цель, которую мы преследовали, это демонстрация возможностей, что вот под низом располагается дорога, технологическая дорога вдоль всего транспортного комплекса. Линия ВЭКС номер один транспортного комплекса нашего, и мы показали возможность, что мы можем двигаться над дорогой, над любыми препятствиями, будь то там болото, реки, обраги и так далее. То есть, главное нам две точки, и между ними мы натягиваем путь. Дайте мне точку опоры, ну, в данном случае две точки опоры, и мы перевернем все. Мы натянем там путь, именно так. Скажите, пожалуйста, насколько сложной была данная работа, какой объем технической документации был произведен, скажем так, вашим подразделениям, и сколько времени на это ушло? По времени могу однозначно сказать, что первое пожелание Анатолия Удартовича и концепция была в январе месяце 2018-го. В феврале месяце было разработано на основании этой концепции техническое задание для всех подразделений, включая проектировщиков, интеллектуальную систему управления, транспортное средство и путевую структуру. Далее, на основании этого технического задания была разработана проектная документация и конструкторская документация на подвижный состав. В результате, к концу лета мы, скажем так, имели основные конструкции комплекса, смонтированные уже в технопарке. Плюс к этому транспортное средство, оно, собственно, было продемонстрировано 4 августа на ЭКФесте. И начиная где-то с сентября месяца по декабрь у нас были, скажем так, конечные, окончательные работы по монтажу элементов интеллектуальной системы управления, по заливке трубы. Трубы. Таким образом, к концу декабря мы вышли на готовность комплекса и, вот, собственно, в начале января начались у нас полноценные заезды ЮНИВИТа. Какие ближайшие планы работы по этому комплексу транспортному? Ну, планы, естественно, то есть, во-первых, проверить, насколько наши теоретические выкладки и расчеты совпадают с практикой. Если необходимо будет, то, значит, будем вносить коррективы. Далее должны мы провести полный цикл испытаний ЮНИВИНДа, приемочные испытания, с тем, чтобы быть готовым поставить машину на производство. Ну, естественно, мы должны будем по результатам испытаний доработать конструкторскую и проектную документацию, улучшив, изменив, с тем, чтобы жизнь, она все-таки имеет, вносится и коррективы, имеет некие нюансы, в том числе и зимняя эксплуатация. Есть ряд особенностей. Поэтому все это должно быть проверено в ходе эксплуатации, в ходе испытаний. И, собственно, должны мы получить возможность масштабировать этот комплекс на те аванпроекты, которые, ну, если приходит заказчик с деньгами, мы должны быть готовы в любое время эти комплексы возводить. Спасибо большое. Не смею более вас задерживать. Возвращайтесь, пожалуйста, к своему такому важному для нас труду. Благодарю. Спасибо. Подписывайтесь на наш канал YouTube, следите за обновлениями новостей на нашем официальном сайте, поддерживайте наш проект. И тогда все ваши дела будут делаться качественно, очень вовремя. И они будут всегда для всех очень нужными. Строй Skyway. Спасай планету. Спасай планету. Спасай планету. Спасай планету. Спасай планету.